Девушки отдыхают Мегафон. Будущее зависит от тебя. День шахтера для мысков это не просто дата. Еще в 1948 году здесь начинают освоение месторождения Томусинское. В 1971 году здесь запускается разрез Сибирогинский. И уже через три года в мысках начинает свою работу обогатительная фабрика Сибирь. И сегодня, несмотря на экономические трудности, производство развивается. Давайте вместе посмотрим на тех людей, для кого День шахтера – это значимая дата. Итак, прямая трансляция организованного телеканала «Мой город» начинается. И официальный партнер трансляции – компания «Мегафон». Итак, смотрим вместе прямо сейчас. Всем привет! Уважаемые ученики! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Значит, стало больше любви. Мудрые говорят, семья – это основа нашей жизни. Это начало всех начал. Потому что именно в семье мы обогащаем друг друга. Надо быть терпеливыми, мудрыми, понимать друг друга. Семья всегда остается святыней, которая будет хранить нас на все времена. И не случайно испокон веков считалась семья от Бога. И мы верим, как бы трудно вам ни приходилось, если вокруг родные стены, родные люди жить могут. Дорогие молодежоны, теперь у вашей семьи один радость, один печаль на двоих, один ритм сердца и одна судьба. И надо, чтобы она была доброй и, конечно, светлой. Сегодня вместе с нами также семьи Маркелов и Поскрытиных. Они празднуют в этом году свой Рубиновый юбилей. Это 40 лет совместной жизни. Семья Рулевых отмечает золотой юбилей. Это вообще особый, редкий талант. Понимать, любить друг друга. Быть нужными своим детям, родным, близким. Ну, такие семьи – это самородки. Это соль нашей земли. Так что, дорогие молодежоны, вам есть с кого брать пример. Давайте поздравим наших дорогих юбилеев. Пусть жизнь вашей семьи, ваших детей и внуков будет наполнена также душевным теплом, радостью, уверенностью в завтрашнем дне. Праздник принято дарить подарки. Сегодня все молодожены, московчане, а также семьи, которые отмечают золотую, рубиновую свадьбу, уже должны получить по 50 тысяч рублей от области. Кроме того, хочу напомнить, что все, кто нуждается, молодые пары, могут получить супер-люботные жилищные суда. Без процентов, без первоначального взноса, сроком на 20 лет. Поздравляю вас! Дорогие молодожены, известный богослов святитель Иоанн Златоуст писал. Мир состоит из городов, а города из домов, а в домах из мужей и жен. Вот если ссорятся муж и жена, значит тревога в доме. Тогда неспокойно в городе. Когда же города приходят в смятение, тогда страна наполняется раздором. Поэтому выше всего нужно ценить единодушие в семье. И делайте все возможное, чтобы в доме постоянно сохранялось мир и тишина. Желаем вам в любви, мира, согласия вот такой же теплой солнечной погоды в доме во все времена года, во все времена жизни. Вы знаете, что мы специально пью шахтеров в ИСКАх установили памятник. Святые Петр, Феврония Муромские, они покровители супружеской верности и любви. Вот пусть они хранят и оберегают ваш домашний отчадок. Святые Петр, Феврония Муромские, они покровители супружеской верности, которые сегодня танцуют не только наши пары. С ними танцует весь Кузбасс. И мы продолжаем прямую трансляцию на телеканале «Мой город». Отмечу, что сегодня на площади в торжествах принимали участие 70 пар молодых. И рядом со мной находятся молодожены Александр и Ксения. Александр, Ксения, расскажите, пожалуйста, что для вас сегодняшняя дата, сегодняшний день? Ну, во-первых, это день шахтера, общий праздник. С которым хотелось бы поздравить всех московчан и жителей города, а также тружеников шахтерской славы. Кроме того, это для нас знаменательное событие – день регистрации и брака. Александр, а для вас что дата сегодняшний означает? Для нас? Ну, для меня как свадьба, праздник, праздник веселья. Я просто, слов нету, я счастлив. А что для вас ваш город? Вы его любите? Да, свой город безусловно любим. Что вы планируете? Как дальше жить? Вот сегодня прошла регистрация, что дальше? Какие у вас планы на будущее? На ближайшее будущее съездить, отдохнуть. Также отдохнуть, съездить, а потом уже дальше думать. Ну, с праздником вас, с днем шахтера. Спасибо вам большое. Спасибо. А мы продолжаем трансляцию на телеканале «Мой город». И смотрим вместе с вами прямо сейчас. Так, День шахтера в городе Мыски продолжается. И прямо сейчас рядом со мной находится Андрей Рей, руководитель военно-патриотического клуба «Единорог». Андрей, расскажите, что у вас сегодня за костюм, что он означает и что вы привезли шахтерам на праздник? Ну, сам я сейчас одет в комплекс костюм и вооружение Московского царства XVII века. Вот в таких вот одеждах, в таких доспехах ходили казаки. Вот. Ну, как известно, у нас казаки открывали Сибирь. И Михаил Волков тоже был сын казачий, нашел уголь, благодаря которому вот нас, Кузбасс, является шахтерской столицей России. Вот. Ну, и сегодня мы приехали по приглашению губернатора на выставку. Привезли свои вот изделия, свои костюмы. И вот сейчас вот там вот в шатре вот выставляем их. То есть у вас будет какая-то постановочная? Нет, постановочный бой у нас не запланирован. А вот потом вот в здании ДК должен пройти мастер-класс по изготовлению кольчуг и доспехов. Ну, а скажите, пожалуйста, вот Кузбасс – это шахтерский край, да? Вы каким-то образом себя ассоциируете с этой датой? Может быть, у вас какие-то близкие родственники, да, с этим связаны? Ваше отношение к празднику, к одни шахтеры? Во-первых, это праздник всекузбасский. Во-вторых, это праздник моей родины. Как я должен относиться к празднику своей родины. В-третьих, я живу в районе, который называется «Шахта-Пионер». Вот. Ну и близкие, родственники у нас тоже шахтеры. Так что мы всей душой со всеми шахтерами Кузбасса. Вам не жарко в таком костюме? Нет, отлично. Все хорошо? Все хорошо. С праздником вам, спасибо вам большое. С праздником, с праздником весь Кузбасс. Спасибо. А мы продолжаем трансляцию на телеканале «Мой город». Смотрим вместе. С Настей мы уже пообщались. И прямо сейчас к нам подошли бабушка и дедушка Настины. Представьтесь, пожалуйста. Маркелов Виктор Николаевич. Маркелова Елена Владимировна. Елена Владимировна, Виктор Николаевич, расскажите, вот что для вас сегодняшнее, да, до сегодняшнего дня? Я смотрю, для вас это большой праздник. Во-первых, у нас 40 лет сегодня исполняется, как мы живем вместе. Как прошла у нас свадьба 26 августа 1972 года. И вот с тех пор мы так и живем вместе. Родились у нас две дочери. Сейчас у нас два внука и внучка. Мы очень рады, счастливы. Мы совместно работали на Сибирьгинском разрезе. Так что, я не знаю, радости много, конечно. Эмоции переполняют. Мы довольны, очень довольны тем, что... Большое спасибо, конечно, за такое внимание. Такое внимание, да, было нам оказано. Было много народу, много интересного. Со стороны губернатора, со стороны администрации. Большое всем спасибо. Нам, конечно, это очень приятно. Город менялся на ваших глазах в 40 лет? Ну, это такая серьезная дата. А что было, да, с чего начинался? В Москве, когда Сибирьгинский разрез, это было дочернее головное предприятие, с него начинался разрез. Вы знаете, было время такое, что на разрезе квартиры некого было вселять. Было столько, много квартир. Вот тот район заселялся в районе Пожарки. Это 71, 72, 73 год. Они были пустые. Очередь была на квартиру 34 человека, помню, сдали 37 квартир. То есть три квартиры оставались невостребованными. Вот какое было счастливое время. Мы, у нас прошла свадьба, комсомольская молодежная на разрезе. Раньше я был секретарем комсомольской организации. И нам Александров Георгий Александрович, наш директор первый на разрезе, подарил фузер с шампанским ключи от квартиры. Понимаете, мы вселились, да. Мы со свадьбы пошли в новую квартиру. Вот так вот мы жили. Так вот было время такое интересное. Какие у вас воспоминания о тех временах? Очень хорошие. Я тоже провела всю свою трудовую биографию на разрезе. И, конечно, это мое любимое, единственное предприятие. Я очень люблю свой коллектив. Я до сих пор работаю, хотя уже на пенсии. Ну, что сказать, все хорошо. С праздником вас. Спасибо вам. Спасибо. С праздником. Спасибо. А мы продолжаем трансляцию на телеканале «Мой город» и смотрим вместе прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин